Всем привет! Вы на канале Лара Абхазаманка. Нахожусь в городе Новый Афон, Абхазия. Сегодня 2 июля. Сниму для вас короткий видеоролик. Я очень редко сейчас выставляю свои видео. Для меня не редко. Для моих зрителей кажется, что очень редко. Но простите меня, нахожусь на отдыхе. И есть такое, что монтировать, загружать свои видео, это затруднительно. Хочу вам коротко в этом коротком ролике рассказать, что вообще происходит со мной. Я здесь уже нахожусь 12 дней. Конечно, все видео будут выпускаться. Попозже все вы увидите, все подробно узнаете. Но пока коротко, чтобы вы и так не теряли меня. Коротко, что происходило за эти 12 дней. Сейчас вам покажу пляж. Я иду с пляжа домой, уже искупалась, позагорала. Покажу пляж, где я находилась. Вот такой пляж. Вся атрибутика есть на этом пляже. Я уже говорила в одном из видео. Лежаки 200 рублей, зонтики 200 рублей. Вот эти бунгало 2000 на день. Все это есть в прокате. Сапы 700 рублей в час. Сегодня температура 26 градусов по прогнозу. Но не похоже. Мне кажется, что все 30. Сейчас 2 часа дня. Людей мало, потому что у всех венч под солнцем таким ярким, палящим. Конечно, мало кто находится. Здесь вообще мало людей. Сегодня небольшие волны. На таких волнах одно удовольствие купаться. Я, значит, иду сейчас покушать мороженое в каком-нибудь кафе. И поговорим с вами дальше обо всем. Иду в кафе, покажу вам вот такую картину. Ты, боже мой, вы посмотрите. Бедный какой, несчастный. И собачка. Тот как тот на подходе. Хоть бы не перепрыгнула через сетку. Боже мой. Бедные, несчастные, мокрые. И собачка. Но она добрая. Она добрая. Она просто хочет поиграться с ними. Села в одном кафе у моря прямо. Три шарика. 300 рублей. Хотя шарики по 80 рублей. Я знаю, была в прошлый раз, покупала. По 80 рублей. А три шарика. Три на 80. 240. С меня взяли 300. Ай-яй-яй. Ну, ладно. Я никогда не торгуюсь. И претензий никому не имею. Сколько взяли, столько взяли. Я на отдыхе. Здесь играет музыка. Ролик забанят. А там, где не играет музыка в другом кафе. Там нет мороженое. Наверное, я покушу мороженое. А потом где-нибудь в другом месте с вами поговорю. Прошла по аллее. Везде играет музыка. Я сейчас пойду, куплю аджики килограмм. Это уже домой. Вот в этом беленьком магазине. Около этого красивого отеля. Здесь бабушка сама, продавец, сделает аджику. И продает. Нужно просто у нее спрашивать. Друзья, вот, сделала килограмм 800 рублей. Жиденькая, но не очень жиденькая. В том году 700 рублей стоил килограмм. Но ничего, цены же растут. Зато я знаю у этой бабушки аджика без подделки. А знаете, как подделывают аджику? Добавляют в нее хлеб, чтобы вес больше был. Поэтому, вот когда вы видите, прям густая, густая такая аджика. Вот 100% там хлеб будет. Поэтому я всегда беру у этой бабушки в магазине виноград. Вы знаете, дома с вами поговорю. Везде шумно, везде жарко. А здесь тишина и покой. Значит, коротко, чтобы не затягивать это видео. Как вы знаете, на отдыхе я находилась с своей подругой, Леной, подругой и подписчицей. Познакомились мы с ней на YouTube, на моем канале. Отдыхали, значит, с Леной. 10 дней она здесь находилась. Лена уже уехала. Что мы успели с Леной? И также еще с моими подписчиками. Это Галина и Артем Сурняевы. Мама и сын. Мы успели съездить с ними на экскурсию, с нашим неизменным водителем со Срыковой. Экскурсия на Ацинский водопад. Шикарная экскурсия. Есть шорт небольшой с этой экскурсией. Все было шикарно. Я после ужасного проливного ливня, который шел, наверное, часа 2, а может даже 3, я пошла подниматься на этот водопад. Это было нечто. Потом все увидите. Но я нисколько не жалею. Падала на попе, ехала по склонам. Но это было класс. Это было шедеврально. Потом мы также нашей компанией с водителем, со Срыковой, с Галиной, ее сыном и Еленой, съездили в Каманы. Это самое святое место в Абхазии. В Абхазии тоже была замечательная экскурсия очень. Далее я встречаю, еду со Срыковой полпятого утра в Адлер, в аэропорт, и встречаю еще моих двух подписчиц, Анжелу и Аню. Они познакомились на моем канале. Благодаря мне я их вместе соединила. Они дали клич, что они одиноки и ищут пару, чтобы вместе съездить на отдых. И вот я их вместе соединила. Они очень и очень мне благодарны. Мы их встретили в аэропорту. Довезли их до их гостевого дома в Новом Афоне. Это поездка. Поездка, значит, с аэропорта до их гостевого дома была шедевральной. Также в этом видео, то есть не в этом, а в моих видео вы все это увидите. Потом мы, значит, в компании Лена, Аня и Анжела. Мы, кто с нами был еще, а не кто, кое-кто отказался. И мы также со Срыку и водителем поехали на Акарамарские водопады. Вы, наверное, у блогера Черкес Т-7 видели, как мы зажигаем там танцы босиком на шоссе. Это было тоже нечто. Но самое нечто, самое шедевральное, это, конечно, Акарамарские водопады. Экскурсия была супер. Девчонки ее запомнят до конца жизни, я думаю, эту экскурсию. Значит, потом Лена уезжает. Девчонки отдыхают в Новом Афоне. Я иду одна в поход 10 километров туда, 10 километров обратно. Это высокогорное село Анхуа. Тоже не жалею, что я пошла одна. Было страшно, конечно, идти одной по безлюдной дороге, по лесной дороге. Мимо пропасти, где бродит зверье кое-какое. Было очень страшно, но нисколько не жалею. Это был замечательный поход. Очень замечательный. Девчонки, значит, Анжела с Аней уехали вчера. То есть сегодня они уехали в Пицунду. Я сегодня одна. Сходила на пляж, вот позагорала, покупалась. Далее я планирую к ним свои последние 4 дня сегодня, вот, значит, день пройдет, 3 дня. Я планирую съездить к ним в Пицунду, показать вам самые лучшие пляжи в Абхазии. И завтра у меня по плану экскурсия, групповая экскурсия на Хашупсинский каньон. Все зрители моего канала спрашивают, а были ли вы там. Нет, не была, потому что приезжала сюда бессезонье. А в Хашупсинский каньон начинает возить только практически с конца июня. Потому что вода там, значит, идет по каньону в воде. И в межсезонье вода очень холодная, поэтому рисковать нельзя. И вот, как пропустить такой шанс, я должна съездить на Хашупсинский каньон и показать его вам. Но, значит, диспетчер сказал, что если люди не соберутся, то экскурсия не состоится. Вечером она мне об этом скажет, собрался народ или нет. Конечно, будет очень обидно, если люди не соберутся. И по плану у меня опять пешком пойти в Акармару. Ой, не в Акармару, а в Амбару, руины храма Амбара, который находится между Золотым берегом и Мюссерой. У меня есть несколько видео, как я ходила в этот храм Амбара. Потом меня оттуда всегда забирал сосрыква водитель и приглашал меня к себе в гости. Это тоже в моих планах. Но потом, потом, последние дни хочу провести их так, как я сама хочу. Так, как я сама хочу. И всё, я уезжаю. Уже плачу. Мой отдых. Так, Лара, спокойно. Лара, спокойно. Мой отдых закончится, но впереди осень. Впереди осень, и я опять буду в Абхазии. А потом зима. И я надеюсь, что на зимних каникулах я также попаду в Абхазию. Коротко рассказала, чем я занималась в Абхазии. Все видео будут. Все видео будут. Длинные видео. Вы всё это увидите. А пока я с вами прощаюсь. Прощаюсь. До следующего видео. Всем мира и добра. И до новых встреч, друзья. Пока-пока.